привет друзья подписчики моего канала просто зрители сегодня добыл у себя в морозилке пару вот таких сазанчиков и думаю их закоптить и покажу вам как это делаю я я их уже почистил срезал с них чешую ножом подбивают грязь уже прибрал не люблю когда грязно и сейчас покажу в интернете посмотрел у кого-то на канале интересный способ разделки рыбы на филе парень мужик здоровый дядька украине живет торговец рыбой и снимает он это делает профессионал классов и смотреть интересно рассказывает здорово видео называется разделка 8 и там с копейками килограммового сазана посмотрите кому интересно мне понравилось и посмотрел у него же способ разделки рыбы и так я почистил ее вы потрошил икру пузыри оставим для следующего видео кое-что с них снял приготовим но сазанчик я хочу посолить и закоптить созданы были замороженные пойманные были осенью лежали в замотанной в полиэтиленовую пленку мусорные мешки и варь уложены ну для начала покажу вам как посмотрел способ до сделки он берет рыбку ребят рыбку я достал в морозилке она у меня оттаяла под пленкой в кучу там у меня в рак они там еще много рыбы несколько рецептов делать постепенно и когда постепенно рыба оттаивать на вкусе это ошибка не отражается так что расстаивайте и правильно важный процесс до начала нам нужно отделить рыбе голову но это отделение головы у сазанов это не у него и посмотрела вообще знал некоторые берут топоры киянки молотки начинают мутам нарубить зачем у сазана толстолоба голова очень легко отделяется надо сделать надрез вот здесь и вот здесь теперь просто взять вот так смотрите и все никаких топоров молотков киянок не надо то тут комментариях у меня вознился спор с этим товарищем специалист без молотка нельзя голову толстолоба еще проще отделяется есть у него шарнир грубо говоря да вы просто выворачиваем и голова от какой находит не нужно там кучу ножей ученицами тоже про сделать несчастную рыбу не важно какого она размера все просто так но теперь вернемся этому товарищу который разделала рыбку он берет и делает ну как всегда на надрез по спине вдоль вот этого плавничка вот где по где ребра кончаются выводим нож попал вот ребрышки трещат слышите вот сейчас можно взять ножом а так вот срезать филе а вон и обалдет у него здоровенный садовый секатор вот мы подрезали под ребра вот они я могу ножом их атаку средства проблема но него секатор я купил на алиэкспрессе себе ножницы ради этого не понравилось и он просто берет эти ребра а так и подбежает смотрите проще некуда получается отлично так может слабовато нужен секатор который чтобы резал ветки ножницы поэтому только отрезать плавнички видимо и все секатор такой загнутый но это я решу эту проблему секатор найду обратите внимание на рыбку вот это желтенько это все жирок так но она переворачиваем рыбку верх ногами делаем опять надрез неудобно от себя вот опять дошли до костей просто ребрышки эти сейчас по свежим вот так вам видно вы да можно слабоваться алиэкспресс нужен секатор плавничок вы хребет варить можно супчик дома вкусненький наваристый будет жирненький жена мне нравится супчик да мы положим в сторону вот такая филе готова одна берем вторую и делаем то же самое подрезаем вот такой способ снятия кожи когда можешь посоловать актуален для копчения ну я бы летом я был так вот вы не стал снимать не нравится когда сезан с чешуей он как бы в панцире он такой вкус немаленько другой он получается не такой пересушенный сейчас условия для явления скажем так мягко говоря не идеально и горит я буду в тушилке но все равно и вот такой способ очень хорошо подходит когда в рыбку запекаете в духовке шкура становится тоньше вот эти сразу большого такого недоели вы до вас остался утром утром кожу если кто-нибудь на будках резины кусок резины а когда вот такая она тоненькая и вполне себе можно и будет кушать царисты подрезание голову смотрите ну вот вторая лепо готова сейчас я приберу маленечко и продолжу вот народ рыбку и раздел на филешки и теперь ее главное не мыть на принципе те раздела аккуратно довольно-таки до грязи на ней немного маленькая есть сейчас просто сделаем и так возьмем ложку и вот это вот слизь кровь просто соскоблим сторонку с этой рыбки не надо рыбом головах у людей настолько прижились старые стереотипы бывает общаясь с кем-то иначе они кто постарше особенно люди начинают да ты знаешь у меня дед бабка были такими рыбаками крутыми всю жизнь рыбу солили там и все такое ребят у меня тоже дед и бабка были дед рыбаком бабуля работала мастером упорного цеха и чё прогресс идет вперед я знаю про рыбу гораздо больше чем знали в то время они туда не было интернета и максимум чего люди делали это засаливали рыбу высыпали рыбу солью укладывали ее в бочке там куда-то и потом по мере надобности расставали отмачивали вялили коптили ну и так далее ну прогресс-то идет вперед давно придуманы морозильники морозильные камеры варе зачем и морозильники чем портит зачем отмачивать а то он берет свежую хорошую рыбу дрова толстого оба солит его пять дней потом отмачивает полдня а потом начинает галить его на кухне и радостно сообщает смотрите друзья мой балык еще и взывать это было кома ладно это бог с ним разных регионов называется покрылся аппетитной хрустящей корочкой а когда мы его разрезаем и такой сочный ребятам покрылся закалом внутри вопроса сурой если бы была жара лето он вот этой хрустящей корочка просто завонял так делать нельзя а покрывается он закалом из-за того что будете рыбу водой коренные народные серверы если рыбу и моют они и моют проточной воде в реке они в той что у нас крайне которая неизвестно чем там обеззараживать еще не добавляют это страшно вы моете мне рыбу вот оптимальный способ это взять и соскоблить грязь мы потратили немного больше времени но продукт у вас будет намного вкуснее без всяких ароматных аппетитных хрустящих корочек сверху во время для завялки еще делаете не надо так делать время дедов уже прошло в то время когда где ты делали это было актуально сейчас это уже не актуально это уже прошлый век время дедов уже ушло пользуйтесь глазами цивилизации заморозили рыбку обезопасили себя от всех паразитов которые там могут быть все не надо и вымачивать не надо засаливать там неделями почему если там где-то в тайге это другое дело там совсем труда ситуация безысходности а дома все есть рыбку я подготовил уж она пока полежит сейчас я сделаю другую рыбку для другого ролика и мы будем вернемся к засолке это рыба ахова друзья ранчики почищены разделаны подготовлены теперь постаново время сделать засолочную смесь берем глубокую шлемочку высыпаем сюда один одну часть сахара и здесь я отмерю две части крупной соли столь крупная обязательно посол будет сухой также чайную ложечку совсем чуть-чуть 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 кориандра паприки копченой паприки можно побольше на хороший вкус дает смотрите соль сахар калиандра чуть-чуть паприка копченая и самое важное так сказать фишка этого рецепта это мы сейчас сюда натрем цедру с двух лимонов если натру вот смотрите цедру я натер цедр это то что удал желтенькая часть на лимонах белая часть не идет она горькая не добавляйте и вот только цедра аромат от этой засолочной смеси сейчас идет по всей кухне очень классная штука особенно для тех кому не нравится в рыбе запах рыбы свежий особенно в речной отлично такой способ работает в летнее время когда вода теплая рыба вообще здорово пахнет некоторых водоемах делать в озере ловят где воды мелко танки и вам дайте на какой-то люди говорят пахнет рыба не вкусно не нравится вот отличная альтернатива отбивает запах полностью эти кого приятный цвету соль желтый ну запах жалко не передает камера но это здорово честное слово ну теперь все просто думаю понятно да берем горсточку соли засыпаем рыбку втирая поднимаем отряхиваем переворачиваем и опять втирая отряхнули вот что соль прилипла на рыбу сама вот этой соли более чем достаточно не надо там и засыпать килограммами соли укладываем шлем очку баночку кунта зигуна ромала так не пока берем следующую рыбку опять актер ли очень ароматная штуковина когда мы эту рыбку подрядим а потом закоптим но это будет я не знаю даже как это и назвать попробуй когда я попробую я вам скажу стоит это того или нет мажем желтого сазана жирненького желтенькой засылочной смесью видите и ушло совсем немного опа а вот как это все здоровски выглядит так готово вот смотрите что получилось сейчас вот это все дело я накрою крышкой и уберу на 6 часов на балкон на балконе меня это примерно как холодильник верхняя полка балкон остекленные там прохладно балкона нет колонии еще не зима убирайте в холодильник на верхнюю полку на 6 часов все встретимся через шесть часов друзья смотрите что у меня получилось сезоном к вечеру у меня просолился я уже не стал тут ночью снимать свет плохой друзья с него актер оставшийся соль что у меня два нем было на солнечная смесь не мыл рыбку вообще абсолютно ни грамма не мыл и видишь мне получилось она уже почти сухая она мне просто вот так вот я и сложил не в сушилку ничего просто на просто не положил и она у меня лежала сейчас я повешу ее в сушилку вместе с балоками она у меня за ночь чуть-чуть обсохнет эти как бы и жидкость на ней все но маленького вага есть но и не так много как не себе и по моему было бы до завтра я ее закопчу не думаю это будет круто ну а так пока вот рыбка выглядит вот так уже неплохо так что смотрите не переключайтесь на что получится на выходе так ну вот друзья сзанчика я закоптил смотрите что у меня получилось лимонной цедрой так сразу скажу что нет такого ярко выраженного запаха лимона такой как когда вы сделал соль с лимоном до цедрой очень сильно пахло лимоном сейчас едва едва уловимый запах есть добавляет свою пикантность к этому создану получается здорово вкусно я уже попробовал 1 короче получилось от души очень хороший рецепт попробуйте рекомендую никаких нам дедушкиных бабушкиных рецептов это чисто мой рецепт его сам придумал из-за него отвечаю это вкусно мне понравилось убираю вас вам вы будете довольны коптил я два слова про копчение коптил я на яблони яблоневой щепе ольховое не было у меня магазине тут соседнем и мандариновых порках ничего не обычно как всегда я копчу получается такая шикарная штука цвет не совсем коричневым потому что не было ольхи только яблони яблони дает очень шикарный запах обалденный альха дает цвет норхи не было нет не совсем насыщена но это и неважно здесь сочетание яблонева тормоз вкус дым который дает яблонева щепа плюс мандариновые штуки сушеные чуть-чуть запах лимона все это смешивается получается вот такая вещь очень вкусная жирная рыбка хорошие и вкусные ну все или на этом пожалуй закончу это видео всем кому понравился этот рецепт попробуйте обязательно уверен вам понравится ставьте пальцы вверх у кого какие-то вопросы пишите комментарии ко всем отвечу ну а так всем до встречи всем пока такой сазанчик у меня получилось